МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит информационная программа Новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И сразу о том, что ждет вас сегодня в выпуске. Лишился памяти в ДТП. Корова стала причиной крупной аварии. Охоту на рогатый скот объявила администрация Махачкалы. Заданный темп работы будет усилен. Новый министр сельского хозяйства Дагестана пообещал главе региона улучшить работу ведомства. Новые масштабы старого центра ДНЦ РАН преобразован в Федеральный исследовательский центр Российской Академии. Расчислили террасы, постригли траву и выровняли дорожку. Масштабный субботник в детском доме-интернате «Забота» провели сотрудники МВД. Два жителя Дагестана погибли в ДТП на автодороге Махачкала-Аэропорт. Житель Буйнакска, управляя автомашиной «Лада Гранта», не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. В результате пассажир автомобиля от полученных травм скончался. Водитель же с различными телесными повреждениями был доставлен в центральную городскую больницу Каспийска, где, не приходя в сознание, погиб в реанимации. Лишился зубовой памяти в еще одном ДТП. Из-за коровы на трассе Махачкала-Хасаверт произошла авария. Чтобы не сбить крупный рогатый скот, управляющий иномаркой мужчина решился на необдуманный маневр. Он вылетел на встречную полосу. В результате автомобиль врезался в маршрутное такси. Пассажиров там не было, а сам водитель получил мелкие травмы. А вот у владельца Мерседеса оказались выбиты зубы. Он сломал руку и потерял память от удара головой. Тем временем в Махачкале уже началась охота на безнадзорных коров. Уже отловлено 12 голов крупного рогатого скота. Этим занимаются сотрудники муниципального предприятия «Питомец». Там ухаживают за коровами специалисты, а также есть сено и комбикорм. Отметим, что все расходы по содержанию отловленных коров, овец и коз будут возложены на их хозяев. Сегодня Владимир Васильев представил нового министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана коллективу ведомства. Напомним, Абзагир Гусейнов является победителем кадрового конкурса «Мой Дагестан» и конкурса «Лидеры России». Он поблагодарил главу республики за оказанное доверие руководить одной из самых сложных отраслей и заверил, что заданный темп работы будет усилен. Глава региона поблагодарил за проделанную работу заместителя-председателя правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова, который ранее занимал должность министра и отметил, что под его руководством было сделано многое. Министерство работает хорошо, я это отмечаю. Я не буду вдаваться в детали, я думаю, что вы хорошо их сами знаете. Но я тоже знакомился с результатами работы и в динамике прошлых лет, и в современном сегодняшнем полугодии. Практически по всем показателям я смотрю, динамика положительная. Это очень хорошо. Я хочу воспользоваться случаем, всех поблагодарить. Сразу после главой республики был представлен исполняющий обязанности председателя комитета по лесному хозяйству. Указ о назначении Вагада Абдулхамидова Владимир Васильев подписал 25 июля. Долгое время он проработал заместителем гендиректора Центрального лесохозяйственного объединения Московской области. Спасибо за оказанное доверие. Это для меня на самом деле большая честь вернуться в республику. В республику, которая меня воспитала, которая меня выросла. И я опираюсь на те кадры, которые есть. Надеюсь, что мы справимся со всеми проблемами, которые есть в лесном хозяйстве. И будем решать все задачи, которые нам будет ставить правительство и вы, как глава республики. Напомним, прежний руководитель комитета Алибек Гаджиев находится по следствиям по обвинению в организации преступного сообщества. 20 кирпичных заводов закрыты в Карабадахкенском районе Дагестана. Они работали по принципу открытого обжига и наносили ущерб окружающей среде. Об этом заявил вице-премьер республики Владимир Лемешко. По его словам, эти заводы использовали напольный метод обжига кирпича и наносили вред экологии. Также им было озвучено, что в Дагестане наведут порядок в газовой отрасли. Протяженность газовых сетей в республике оказалась на 1500 километров меньше, чем ожидалось. Выявлено более 1700 километров сетей, которые не имеют законных владельцев. ДНЦ РАН преобразован в Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук. До недавнего времени все институты учреждения, а это 10 структур, были отдельными независимыми юридическими лицами. Теперь они присоединены к федеральному дагестанскому учреждению. Отметим на сегодня это крупнейший на юге России мультидисциплинарный центр, работающий по 43 научным направлениям. Он направлен на получение новых фундаментальных знаний, способствующих научному и культурному развитию региона. В центр теперь, так сказать, входят 8 институтов и сам федеральный центр. Новое название организации это Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук. То есть раньше было ДНЦ РАН, теперь будет ДФИЦ РАН. Если говорить про конкретные результаты, про реализацию нацпроекта наука, могу сказать, что в Дагестанском исследовательском центре открыты две новые лаборатории, это в рамках реализации национального проекта наука, приняты на работу 23 молодых человека. Это, видимо, впервые после реорганизации Академии наук структура начала, так сказать, не ужиматься, а, так сказать, немножко уже расширяться. Более 2 миллиардов рублей заплатили дагестанцы за потребленное электричество. Это на 27 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Сбору потребителей за 5 месяцев составили более 1 миллиарда. Кроме того, увеличение поступлений денежных средств наблюдается и по некоторым другим группам потребителей. Масштабный субботник в детском доме-интернате «Забота» провели сотрудники МВД. Около 200 работников во главе с Абдрушидом Магомедовым расчислили террасы, постригли траву и выровняли дорожку. Было использовано 6 единиц спецтехники. Такие акции работники ведомства проводят регулярно. Весной имиджи на территории учреждения было посажено более 200 саженцев. Из 250 деревьев, может быть, за исключением 8-9 деревьев, все остальные прижились. Потому что их не просто посадили, но потом был дальнейший контроль, как они у нас приживаются. Сотрудники полиции к нам приходят уже четвертый, если не пятый раз. И такие масштабные субботники у нас бывают организованы только благодаря Министерству внутренних дел и сотрудникам полиции. В конце мероприятия воспитанники интерната спели для гостей песни любимых артистов, а солисты ансамбля исполнили танец. Хочу выразить свое уважение руководителю. Спасибо большое. Спасибо. Вы просто преобразовывали этот дом для этих детей. Накануне в Унцукульском районе Дагестана состоялся четвертый молодежный форум, где прошло участвование студентов вузов. Грамотами и денежными призами были награждены более 30 отличников учебы и 15 спортсменов. Все они выходцы из муниципалитета. В Унцукульском районе проведение ежегодного форума талантливой молодежи стало доброй традицией. Направлен он на стимулирование студентов к успешной учебе и спорту. Мероприятие также посетили и почетные гости, руководители учреждений и интеллигенции. Завершилось оно концертной программой, подготовленной отделом культуры муниципалитета. Двое дагестанцев выиграли в составе сборной России чемпионат мира по тайскому боксу. Соревнования проходили на родине этого вида спорта в Таиланде. На высшую ступень педестала в своих категориях поднялись Чарак Муртазалеев и Гаджи Меджидов. Еще один наш спортсмен Абдулмалик Мугеддинов стал серебряным призером в весе до 63 килограммов. Победы дагестанцев помогли национальной команде показать на чемпионате лучший результат. В общей сложности у россиян 26 медалей, 8 из них золотые. Дзюдеист Джамал Гамзатханов выиграл очередной этап Кубка Европы. Турнир среди юниоров завершился накануне в Берлине. Там дагестанский тяжеловес провел 4 победные встречи. Он досрочно одолел соперников из Грузии, Италии, Венгрии и Германии. Добавлю, что чемпион является сыном легендарного Магомедхана Гамзатханова, известного в мире спорта под псевдонимом Волкхан. Триумф на этом турнире укрепил позиции дзюдеиста в рейтингах. Он остается первым номером в своем весе. Всего турнир собрал почти 500 дзюдеистов из 39 стран. Сборная России с тремя золотыми наградами стала первой в общем зачете. Еще одна победа наших вольников. Дагестанские борцы стали обладателями командного Кубка России. Турнир проходил под московным Орехово-Зуево. За почетный трофей сражались 4 команды. Схватки проходили по круговой системе в формате стенка на стенку. Борцы Дагестана взяли верх над соперниками во всех матчевых встречах. Последовательно были разгромлены команды из Красноярска и Москвы, а также вольники из Российского студенческого союза. В личном зачете лучший результат показали семеро наших спортсменов. Тем самым они завоевали путевки на чемпионат России следующего года. Это были все новости. К этому часу еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях, а также на сайте YouTube. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова